Здравствуйте, уважаемые члены комиссии, участники конференции и зрители. Сегодня мы готовы представить нашу тему – Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО «Тогда и сейчас» и ГТО «Среди студентов из ГМУ». Многие из нас слышали высказывания «Готов к труду и обороне», но мало кто знает истинное значение данного выражения. В советские времена ГТО, как основа системы физического воспитания, был направлен на формирование морального и духовного облика советских людей, гармоничное всестороннее развитие физических и нравственных качеств, а также укрепление здоровья и повышение творческой и трудовой активности. Но сохранились ли значения данного выражения ГТО в настоящее время? Мотивированы ли студенты к сдаче ГТО? И какие мероприятия необходимо произвести, чтобы выполнить основную функцию ГТО? На эти и другие вопросы мы постараемся ответить в нашей работе. Целью нашей работы было проведение опроса студентов 22-23 лет на предмет информированности, мотивации и заинтересованности в сдаче нормативов. Задачами были рассмотреть исторические аспекты, изучить структуру проведения ГТО в настоящее время, взять интервью с соответственным запроведением в нашем университете и сформировать выводы. В послереволюционный период развитие физической культуры и обучение населения военным навыкам в СССР стали приоритетными. Основой дисциплины, порядка и хорошей физической подготовки признавался массовый спорт. Инициатором создания Всероссийского физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне» выступил комсомол. К ряду испытаний допускались мужчины старше 18 и женщины старше 17 лет. Основным условием было удовлетворительное состояние здоровья, которое определял врач. За время существования комплекса его нормативную часть не раз меняли. И как вы можете видеть на слайдах, основные изменения коснулись 1940, 1947, 1955, 1965 и 1972 годов. Нормативы комплекса ГТО стали инструментом, благодаря которому каждый гражданин мог проверить уровень своего физического развития. Распад Советского Союза повлек за собой большую пропасть в работе над воспитанием физической подготовки граждан. Хотя юридический комплекс ГТО не был упразднен, но он практически прекратил свое существование в 1991 году. Распад Советского Союза Правительство РФ в 2014 году разработало и приняло ряд документов, которые были направлены на воссоздание комплекса ГТО. Целью Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса являются повышение эффективности использования возможностей физической культуры спорта в укреплении здоровья граждан, воспитание патриотизма и обеспечение преемственности в осуществлении физического воспитания. Задачами Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса являются Увеличение числа граждан, систематически занимающихся физической культурой спортом, повышением уровня физической подготовки, формированию населения осознанных потребностей в систематических занятиях физической активностью, повышение общего уровня знаний населения и модернизация системы физического воспитания и системы развития массового юношеского школьного студенческого спорта в образовательных организациях и спортивных клубах. В ходе данной научной работы нами был проведен социальный опрос среди студентов из ГМУ, которым приняли 217 человек. Результаты вы можете видеть на слайде. Мы задавали различные вопросы в нашей анкете и, соответственно, результаты ответов вы можете видеть сейчас на экране. Продолжение следует... Также на данном слайде вы можете увидеть количество студентов, которые приняли участие в сдаче нормативов ГТО за 2017-2019 год, а также количество людей, получивших золотые, серебряные и бронзовые значки. Также преподаватель поделился с нами своими переживаниями о том, что несмотря на то, что по статистике число участников и золотых значков увеличивается, но студентов достаточно трудно смотивировать на прохождение комплекса ГТО. Возможно, это связано с занятостью учебой, либо низкой исходной физической подготовки и наличию студентов хронических заболеваний. В нашем университете здоровых и физически подготовленных студентов стимулируют на прохождение ГТО не только возможностью получить значок, но и дополнением 20 баллов к рейтингу. В ходе данной работы мы сделали следующие выводы. То, что проблема сохранения и укрепления здоровья населения в настоящее время остается до сих пор актуальной. Уровень заболеваемости среди молодого населения растет, многие заболевания омолаживаются, и одно из решений данных проблем может выступить как раз занятие физической активностью. Кроме того, учитывая результаты проведенного анкетирования, мы можем утверждать, что стремятся к сдаче норматива ГТО не все студенты, и, возможно, их необходимо чем-то мотивировать – материальной поддержкой, либо занесением дополнительных баллов в портфолио. Спасибо за внимание!